Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 60 миллионов рублей, и его можно увидеть здесь на канале по субботу. Про дикие цены на квадратные метры сейчас знают уже все. Кто-то расстраивается тому, что теперь покупка квартиры для него стала недоступной, а кто-то радуется росту цены своей квартиры на десятки процентов. Причины лихого роста я здесь сегодня затрагивать не стану, об этом я уже говорил подробно и в сравнительно недавнем видео. Гораздо интереснее, что будет. Об этом и сделан данный ролик. Как я уже говорил много раз, ключевое в ценообразовании это спрос. А самое важное в ценообразовании стоимости жилой недвижимости это спрос на ипотеку. Именно спрос на ипотеку и определяет в основном текущие и будущие тенденции на рынке недвижимости. И здесь я выделю очень важный нюанс. Это придется сделать, потому что в комментариях продолжают писать, что выдача ипотеки растет и приводит соответствующие цифры. Так вот, реальная выдача ипотеки и спрос на ипотеку это несколько разные вещи. Спрос на ипотеку это заявки на одобрение на ипотеку. Некий опережающий индикатор. А здесь далеко не все великолепно. По данным опроса платформы онлайн ипотека, больше трети россиян, собиравшихся взять ипотеку в 2022 году, отказались от этого шага. Отказы явно происходят из-за роста ипотечной процентной ставки и из-за того, что цена жилья уже стала неадекватно высокой. Еще более показательным является процесс отказа от уже одобренной ипотеки. Все больше становится тех, у кого не получается подобрать подходящую квартиру для одобренной ипотеки, так как не нравятся цены. Цены, кстати, пока что не показывают явной тенденции к снижению. Разве что в единичных объявлениях можно увидеть снижение. Но уже можно и нужно торговаться с продавцами. Некоторые продавцы, понимая зародившуюся текущую тенденцию к снижению спроса на жилье, готовы снижать цену по запросу для конкретных заинтересованных покупателей. Кстати, думаю, понятно, что не везде такая ситуация, в разных регионах по-разному. Я живу в Москве и общаюсь с московскими риэлторами. И аналитику изучаю в основном по московскому региону. Ну и общие тенденции, конечно, тоже смотрю. Как правило, многие московские тенденции по поведению рынка жилья потом распространяются и на регионы. Но с учетом, конечно же, специфики этих самых регионов. А специфика бывает разная. Так вот, по тому самому опросу почти половина опрашиваемых, которые пересмотрели свои ипотечные планы, сделали это из-за повышения процентных ставок по кредиту. Очевидно, что им не нравится рост ежемесячной выплаты по ипотеке. И получается, что если россиянам не нравится ипотечная процентная ставка даже сейчас, то что же будет, когда она вырастет еще сильнее после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации? Это вопрос риторический, ответ очевиден. В этом случае спрос на ипотеку понизится сильнее. Ну а то, что ЦБРФ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, совершенно не вызывает сомнения. Причем шаг поднятия будет не минимальным. Тут причины роста ключевой ставки тоже очевидны. Основная причина – это высокая инфляция. Так что сейчас вот ключевой, основной, важный драйвер роста цен на недвижимость, высокий спрос на ипотеку, уходит в прошлое. Совсем недавно подняли ипотечные процентные ставки крупнейшие банки, включая Сбер. И это поднятие пока еще не успело отразиться на статистике по спросу на ипотеку. Все это вместе означает, что на рынке недвижимости в среднесрочном будущем может сформироваться ситуация, то есть условия, при которых начнется пересмотр цен в сторону понижения. Но не все так просто. Очевидно, что та самая вышеупомянутая инфляция, высокая инфляция, пока продолжает поддерживать высокие цены на жилье. Она же возбуждает желание покупателей покупать. Кроме того, известно, и кстати известно из того же опроса, что более трети отказавшихся от ипотеки потенциальных заемщиков готовы вернуться к своим первоначальным планам, если появятся какие-либо льготные стимулирующие программы от государства или от банков. То есть существует запрос от общества на льготную ипотеку даже при текущей цене на квартиры. А это интересно. Но вот, к сожалению, совершенно неизвестно, станет ли государство опять делать ипотеку доступнее при таких высоких ценах на жилье. Это означало бы продолжать раздувать пузырь дальше. Пишите в комментариях свое мнение, вернется ли государство к какому-либо субсидированию покупок недвижимости. Ваше мнение интересно. Есть смысл смотреть вот это недавнее видео, там я делаю прогноз по ценам на недвижимость, там логика и аргументация. Ну а на сегодня все. Всем здоровья, большой профит и да пребудет с вами все сложного процента.